В эфире 4 канала еженедельная информационная программа 7 дней Барановический район. С вами Анастасия Сорокина. Добрый вечер. И вот о чем в сегодняшнем выпуске. В память об Афгане в Барановическом районе отметили 30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. Безопасность в каждый дом. МЧС проводит масштабную акцию. Музыкальная копель в городище. Кто победил? Об этом не только узнаем в ближайшие 10 минут. А начнем с главной даты, которая знаменовала всю неделю. Это 15 февраля. День 30-летия вывода советских войск из Афганистана. В Барановическом районе центральной площадкой стал Крошинский дом культуры. «Воинский долг на земле не изменен». Под таким девизом здесь прошли и памятные торжества. Военные оркестры и выставка, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана, встречали всех пришедших на районное мероприятие, переуроченное к этой дате. В Барановическом районе 57 воинов-интернационалистов. Трое местных жителей Степан Богуш, Евгений Нестер и Сергей Кудрук не вернулись с той войны. «Молодое поколение должны помнить, что выполнить свой священный долг обязаны быть военные люди, в особенности те мальчики, которые приняли присягу. Мы должны свято помнить, что ни одна держава, даже сверхдержава, которая сегодня управляет миром, не должна предъявлять претензии на ту независимость, пусть и маленького государства. А наше молодое поколение должно помнить, что те юнцы, которые ушли в Афганистан, они счастью и достоинством выполнили свой долг». Более 30 воинов-интернационалистов Барановического района в честь юбилейной даты были награждены медалями «30 лет вывода советских войск из Афганистана». В сердце каждого из тех, кто отдал свою юность той войне, память о ней жива и поныне. Как никто другой, эти люди знают цену мирного неба, а горечь и боль от потерь с годами не уменьшается. «Мне тоже пришлось побывать на Афганской войне после карантина в Элатане, такая Туркмения была, 21 месяц пришлось служить на той далекой Афганской войне. И все парни, которые сегодня здесь собрались, помнят, конечно, и тех друзей, которые остались там, помнят, хоть и прошло 30 лет, но, тем не менее, эта Афганская война оставила след в нашей жизни». Тема войны в Афганистане, через которую прошли около 30 тысяч белорусов, всегда болезненная. Сотни загубленных и тысячи искалеченных жизней – вот что такое война. И вспоминать эти события даже 30 лет спустя можно только со слезами на глазах. Безопасность в каждый дом – так называется очередная масштабная профилактическая акция МЧС Беларуси. Ее задача – предупреждение пожаров и гибели людей. На одном из мероприятий в отделении дневного пребывания для пожилых инвалидов Территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района побывала и наша съемочная группа. Мероприятие началось с акции «За любимую Беларусь», в рамках которой активисты БРСМ раздали всем присутствующим сердечки с добрыми пожеланиями. Основным же поводом для встречи стала рисуликанская акция «Безопасность в каждый дом», к которой присоединился и Барановичский горрайодел по чрезвычайным ситуациям. Все мы знаем, что основная причина пожаров и гибели людей – это осторожное обращение с огнем. Как правило, погибают люди неработающие, одинокие пенсионеры. Обстановка с пожарами и гибелью людей на территории Барановичского региона продолжает оставаться напряженной. Так, если в прошлом году на территории города Баранова произошло 99 пожаров, в огне погибло 10 человек, то уже за истекший период текущего года произошло 8 пожаров, в огне погиб 1 человек. Подопечные отделения дневного пребывания смогли поучаствовать в различных тематических играх, конкурсах и викторинах. Вспомнили, как безопасно топить печь, пользоваться электроприборами и автономным пожарным извещателем, по какому номеру телефона вызывать спасателей и как тушить пожар с помощью огнетушителя. А кое-кто даже примерил на себя боевую одежду и снаряжение пожарного. Мы очень рады, что они приехали к нам, потому что познакомили и освежили наши знания о правилах пожарной безопасности. Конечно, это очень важный вопрос, и он важен для каждого, с малого ребенка и до взрослого человека. Мы будем стараться не повторять этих ошибок, которые происходят в быту с нашими людьми, чтобы мы могли избежать тех неприятностей, этих пожаров, катастроф, чтобы мы были все счастливы и здоровы. Ну а своего рода гвоздем программы для подопечных отделения дневного пребывания стала демонстрация пожарной техники и ее возможности. Уже в 15-й раз в Мирновском детском саду средней школе прошел баскетбольный турнир памяти героя-интернационалиста Степана Богуша. Подробности в нашем следующем сюжете. В Музее боевой славы воинов-интернационалистов Мирновской школы земляку Степану Богушу отведено особое место. Этот парень родился и жил в деревне Богуши. Вскоре после окончания школы его призвали в армию и отправили в Афганистан. Степан не дожил до своего 20-летия всего несколько месяцев. Погиб в бою, когда на советскую автоколонну напали душманы. Сегодня у нас захоронены в районе трое наших бывших афганцев. И мы сегодня проедем по могилам, вспомним их, возложим цветы, венки. И просим всех молодых людей, которые сегодня учатся, работают, помнить о том, что за наше мирное небо многие молодые люди отдали свои жизни. Проведение в Баранычском районе турнира по баскетболу, посвященного памяти воина-интернационалиста Степана Богуша, за 15 лет успело стать доброй традицией. Вообще этот турнир, конечно, посвящен не только Степану Степановичу, он посвящен всем тем 789 белорусам, погибшим в течение более 9 лет на территорию Афганистана. Турнир призван не столько показать спортивное мастерство, а призван воспитывать у детей понимание того, что любые конфликты возможно решить мирным способом, цивилизованным способом, вот в данном случае спортивными состязаниями. В турнире приняли участие 4 сборные команды, представившие Мирновскую, Жемчужненскую и Леснянскую школы, а также Брестское областное кадетское училище. Нам почетно участвовать в соревнованиях, посвященном погибшему воину-интернационалисту. Мы сами хотим стать военнослужащими в будущем, и если будет надо, мы с честью отдадим долг своей Родине. По итогам соревнований третье место завоевали ребята из Лесной, на второй ступеньке пьедестала Мирновская школа, ну а победителями уже который год подряд становятся кадеты. Пятый открытый детский конкурс ансамблей «Музыкальная копель-2019» прошел в Городищенской детской школе искусств. Кто стал обладателем гран-при конкурса на этот раз, узнаем прямо сейчас. В Городищенскую детскую школу искусств на этот раз приехало более 120 юных музыкантов не только из Брестской, но также из Минской и Гродненской областей. Здесь собрались ребята от 8 до 17 лет, играющие в ансамблях на самых разных инструментах. Мы приехали с агрогородка Мухови, с Брестского района. Мы играем на разных инструментах, и нас в оркестре 8 человек. Мы здесь впервые в этом интересном конкурсе, и здесь очень хорошая музыка, и мы привезем домой очень хорошее впечатление. Мы учимся в Мирновской школе, ансамблем занимаемся 5 лет, ездим на разные конкурсы. Тут очень много детей из других школ, мы много с кем познакомились, соперники очень сильные, но мы надеемся на победу. Всего в конкурсе приняли участие около 30 ансамблей. При этом участникам была предоставлена полная свобода творчества, можно было выбрать абсолютно любое произведение. Главное, чтобы оно помогло в полной мере показать исполнительское мастерство музыкантов. Ансамбли настолько чудесно трансформированы, что радует глаз. И классические произведения представлены. Представлены произведения романтиков, эстрада представлены, вокал представлен. Прежде всего, это развитие профессионального мастерства, и, конечно, мы нацелены на то, чтобы дети шли более серьезно обучались музыке и настраивались на самые высокие достижения. По итогам конкурса призовые места были определены во всех возрастных группах каждой из номинаций. Юные музыканты из Барановичского района, а именно ребята из Городища, Крошина, Мирного и Столовичей, завоевали шесть наград различной степени. Главная же победа гран-при конкурса досталась ансамблю «Калейдоскоп» из детской музыкальной школы искусств города Барановичи. На этом сегодня все. Успешной недели. О самых ярких ее событиях в следующую субботу в новом выпуске программы «Семь дней. Барановический район».